добрый день мы начинаем у нас очередной цикл там у нас не совсем так получается цикл у нас не хронологически не по календарному году вас головы брешит но после долгого отсутствия месячного когда мы с вами общались из риги мы можем опять сказать говорит москва и начнем мы сегодня говорить на тему очень горячую прямом смысле слова трагичную всегда и используем несколько слов сейчас почти про запрещено произносить но сначала начнем с нескольких мифов знаете есть такой сейчас интересный ресурс моего товарища или бера который называется проверено медиа когда какой-то известный миф разбирается и выяснять что это неправда я часто радуюсь что наитие мне что-то такое подсказывало вот недавно когда скончался Михаил Сергеевич Горбачев я себя прокомментировал использовав заезженную фразу на каком-то этапе о мертвых либо плохо я написал и тогда либо хорошо либо так далее и конечно тут же ко мне кто-то пришли люди которые сказали что ничего кроме правды есть такое известное известное размышление рассуждение что на самом деле в оригинале всегда когда вы слышите на самом деле в оригинале уже надо напрячься потому что как правило все это проверяемое не надо верить ну вот на самом деле в оригинале там ничего кроме правды что делает эту фразу абсурдно потому что первая часть о мертвых только хорошо или а дальше значит ничего кроме правды это полная противоположность первому потому что правда, может быть, и нехороший. Ну и, конечно, небольшое выяснение показывает, что это неправда, что в оригинале так, нет, в оригинале смысл тот, что не надо злословить о мертвых, это неправильно, несправедливо, они не могут ответить, в общем, все, как мы предполагали изначально, пока нам не рассказали, как на самом деле. Ну вот, проверено, после меня тоже это проверил и пришел к тем же выводам. Еще один знаменитый миф имеет отношение к нашему сегодняшнему разговору. Это миф о том, что когда Лев Николаевич Толстой написал свою знаменитую эпопею «Война и мир», он имел в виду на самом деле не тот мир, который мир. Запутались, да? Ну, все понятно, до реформы орфографической 1917-1918 года нынешний аммоним, то есть слово одинаково звучащее, но означающее разное, мир в смысле пространства, среды обитания и мир в смысле противоположность войны писался по-разному. Вот первое значение, как антоним в войне, писался почти как сейчас и нашим современным. А второе, мир писался с ижицей. Ну вот, и скрапинка это что называется, то, что говорили, как сохранилось в поговорке, надо расставить все точки над «и». Вот над этим «и» надо расставлять точки, назовем ее ижицей, хотя это не совсем правильно. И вот легенда, что Толстой на самом деле использовал вот эту самую и скрапинкой, и с точкой, которую надо расставить. Таким образом имел в виду не противоположность в войне, а среду обитания. Вот война и планета. Ну, это очень распространенная легенда, она быстро опровергается, потому что существует прижизненное издание «Войны и мир» и написано там «Мир с и», а не с ижицей, не с источкой. В общем, почти очевидно, были там какие-то опечаточные издания. В общем, там долгая история, но так или иначе Толстой имел в виду именно то, что мы имеем в виду до того, как нам объяснили, как было на самом деле. И вот тут мы приступаем к нашему разговору, потому что существует очень современное понятие, которое является следствием противоположной ошибки, как раз в силу того, что все-таки в русском языке до 1917-1918 года все было проверяемо, а потом уже можно людям дурить голову. Вот существует известное и, к сожалению, я бы сказал в наше время грозно звучащее понятие «русский мир». Что такое русский мир? Ну вот очевидно, русский мир там, где говорят по-русски, там, где читают Толстого, там, где живут русские люди, то есть среда обитания. Но дело в том, что русский мир – это очевидная калька, я бы даже сказал, парафраз знаменитого пакс-романа, римского мира. Римская империя – это римский мир, пакс-романа. Но каждый из вас, кто хоть немножко знает иностранные языки, современные романы германские, понимает, что пакс – это как раз пис. Это мир в смысле не война. Имеется в виду, что пакс-романа – это длительный период мира в относительной стабильности в пределах римской империи эпохи принципата. То есть римская империя, приходя куда-то, гарантировала отсутствие войны. И вот эта гарантия отсутствия войны называлась пакс. К сожалению, русский мир в наше время, по-моему, как мне известно, означает что-то другое. Это именно среда обитания русских. И вот то место, где русских при случае будем спасать, а не мирное сосуществование. То есть вот такое место, где русская империя обещает отсутствие войны. Ну раз уж мы с вами увлеклись латынью сегодня, то еще одно знаменитое выражение латинское на латыни называется, звучит оно как «Интер арме энным сайлент лэгэс». Вы его знаете в русском переводе. «Во время войны закон умолкает». Это Цицерон. Цицероновская фраза, в общем, говорящая не столько даже о факте, что война, к сожалению, уничтожает очень многие гражданские законы, то, что мы называем по законам военного времени. Это пересказ этой же фразы. «Время войны не действуют гражданские законы». Ну, легко понять, о чем идет речь. Даже если мы не говорим о всех безобразиях войны, главное правило – война делает самое запрещенное действие, убийство, в общем, долгом воина. Это уже отмена гражданских норм. То есть закон гражданского сосуществования отменяется. И не только отменяется, а меняется на свою противоположность. Чем больше убил врагов, тем, значит, ты более достойный медалей. И он говорит, кроме всего прочего, еще и об отношении, так сказать, к войне, что война сносит цивилизацию. То есть все цивилизационные барьеры, которые существуют у людей, война подменяет, война подменяет какими-то другими военными правилами игры, которые, еще раз скажем, с гражданской жизнью несовместимы, с цивильной жизнью несовместимы. Поэтому вот Цицерон очень многогранно еще и горюет. Во время войны нет закона. То есть во время войны цивилизация отступает. Люди превращаются в свое какое-то дотабуированное состояние. То есть вот у людей существует табу, в частности табу на убийство. Ну и еще целый ряд табу. Табу на грабеж. И во время войны город отдается во времена Цицерону солдатам на разграбление. То есть опять-таки то, что обычно совсем невозможно, наказуемо, становится достойным. То есть это не такая добродетель мародерства военное, как сама война, то есть как сам героизм бойцов, воинов с точки зрения Цицерона. Но это тоже вполне ненаказуемое действие. Мы знаем, что законы войны дальше менялись. Вот Пакс Романов, в частности, это отход от этой формулы, что вот мы пришли с мечом, наоборот, мы пришли с миром. Но, к сожалению, мы все являемся свидетелями и знаем, что война, тем не менее, как была, так и осталась делом чрезвычайно грязным. Война – грязное дело. Почему мы заговорили о войне, кроме всего прочего? Не только для того, чтобы произносить запрещенное слово, как можно чаще и безнаказанное. Ну и потому, что мы читаем недельные главы Торы, которые посвящены войне, почти полностью посвящены войне. Шафтим – прошлая недельная глава. И начало нашей главы – Китеце, они говорят о войне. И среди мифов, которые мы сегодня взялись разрушать, мы попытаемся разрушить еще один важный миф. Дело в том, что книга второзакония, почему я называю ее общепринятое наименование, потому что именно в этом наименовании она часто приводится как символ библейской жестокости, как символ библейского дозволения вести жестокую захватническую войну, совершать геноцид, убивать женщин и детей и так далее. Мы сегодня попытаемся такое отношение демифилогизировать, во-первых, то есть отменить этот миф. Но я прекрасно понимаю, что это до конца не получится, потому что, что называется, кто хочет заблуждаться, тот будет заблуждаться, кто хочет верить в обратное, будет верить в обратное. Мы же все-таки занимаемся буквами, занимаемся текстами. Я попытаюсь, пользуясь изучением текста, доказать, что Тора не относится к войне как к идеалу. Но существует и противоположный взгляд, часто звучащий в речах не только левых, то есть евреев левых взглядов, но и в определенные периоды истории, в устах раввинов, в устах знатоков Торы. Вот как только начались, тут назовем, как полагается по закону, специальные военные действия, кажется, на Украине, так Равин Лазар, главный Равин России, выступил со специальным заявлением, где в частности говорил о том, что шалом мир – это имя Господа Бога, мир – это главное достижение, которое только мир может быть, и в общем мы за мир. Тора за мир, иудаизм за мир. В честь ему и хвала, я полагаю, что когда пушки звучат, дело раввинов как раз умиротворять, но понятно, что это так или иначе риторика. И это риторика противоположного свойства, то есть если антисемиты разного рода будут рассказывать, что вот иудаизм – это бесчеловечная религия, руководствуясь книгой дворим, то, соответственно, голуби мира будут рассказывать, что иудаизм – это религия мира. Вообще, если религия мира – это уже запатентованное выражение, оно для ислама обычно используется, так обычно начинают различные толерантные имамы свои проповеди «Ислам – религия мира». Потому что слово «Ислам» собственно происходит в слове «Салям». «Салям» – это «шалом», вот «Ислам – религия мира». И оставим скептические улыбки и язвительность по поводу миролюбия ислама, потому что эти улыбки мы оставим тем, кто плохо знает историю. Потому что действительно были периоды, и в первую очередь так называемый нам приходит в голову золотой век испанского еврейства, когда именно арабы и именно исповедующий ислам и были самым, что не называется, мирным пристанищем для евреев, скажем, для иноверцев, но не только для евреев. Ну, понятно, не без различного рода отступления, но тем не менее, факт остается фактом. Действительно, ислам на каких-то этапах и в каких-то местах, наверняка и сейчас, и не просто наверняка, а действительно так исповедует мир. Поскольку вообще святые источники, они настолько богаты, что можно найти все, что угодно. Ты можешь найти призыв к войне не только в Коране, но и в Торе, и ты можешь найти, несомненно, вот эти самые миролюбивые призывы, заключающиеся в самом названии религии ислам и находящиеся повсеместно в еврейских источниках. Однако, давайте этими источниками займемся. Прежде всего, займемся нашей недельной главой. Например, главный, можно сказать, постулат миролюбия и иудаизма, это, давайте прочитаем его из Мики, из пророка Мики, Михи, бихей в русской традиции. Это стих 4, это глава 4, 3 стих. И перекуют они мечи свои на орала. Все тут должны чепчики вверх кидать, потому что это главное. Мало кто знает, что это из Михея обычно, считают, что это только у Ишаягу, но вот у пророка Михи эта фраза содержится. Перекуют они мечи свои на орала. Уже мало кто помнит, что такое орала, но значит, что это что-то хорошее. То есть не меч, а что-то хорошее. Музыкальный инструмент. И копья свои на серпы. А копья переплавят на серпы. Интересно, что это равно противоположное, чем тот, чем занимался, например, Петр Великий. Петр Великий колокола переплавлял на пушки, таким образом переворачивая пророчество. Ну и не он один, конечно. И дальше не поднимет народ на народ меча и не будет более учиться воевать. Но каждый будет сидеть под своей виноградной лозою и под своей смоковницею. И никто не будет устрашать их, ибо уста Господа Саваофа изрекли этого. Что замечательно, то, что обычно люди, читающие священное писание, не понимают, почему вдруг тут Господь называется Саваоф. Саваоф – это такое огреченное, эллинизированное еврейское слово «цаваот». Потому что Саваоф – это воинство. Давайте прочитаем, в оригинале будет лучше. Ибо уста Господа воинство, и взрекли это. То есть никто не будет устрашать их, потому что кто к этому миру, собственно, их всех привел, это Господь воинство. То есть чего бояться? Нас защищает главный воин. Ну, почитаем еще в другом месте. Причем, что удивительно, совсем близко к этому. То есть вот третий стих. Это тринадцатый стих. Десять стихов спустя там же. «Встань и молоти черь сионам». Молоти, значит, бей их по головам. «Ибо я сделаю рог твой железным, то есть бодай их железным рогом, и копыта твои сделаю медными, и сокрушишь многие народы, и посвятишь Господу стяжание их, и богатство их владыке всей земли». Что происходит? Только что нам рассказали благостную картинку. «Как перекуют мечи на орала». А тут нам рассказывают с какой-то кровавой, просто из-за того закония, призыв к войне. Ну, на самом деле, просто надо читать раньше. Третий стих, который мы читали про мечи на орала, это третий стих, а есть еще первые два. И первые два. «Будет в последние дни. Гора дома Господня поставлена будет во главу гор, и возвысится над холмами, и потекут к ней народы, и пойдут многие народы, и скажут, придите, и взойдем на гору Господню». То есть, эта благостная картина насчет того, что перекуют мечи на орала, для, вовсе не обязательно, такого миролюбивого Михея, она четко связана с будущим временем, со временем вот такого мессианского благолепия. И совсем не противоречит вот всей этой воинской доблести, которая происходит в его время, которую он призывает со всем рядом. То есть, это просто нам надо было немножко отвести, развести этот морок о том, что все-таки еврество это религия мира или религия войны, да все что угодно. Зависит от обстоятельств. В случае вот прихода мессии и общего знания, то есть, когда люди все верят в одного Бога, живут по одной морали, по одному принципу, как-то автоматически наступает мир. Чего всем людям, которые верят в Бога, вообще воевать? Не Бога бояться в том числе. Бог четко написал, как надо себя вести, и у них перестает быть повод для войны. Но что происходит до этого? И каким образом? Это даже пророк Миха говорит совершенно другими терминими. Почему я так подробно остановился на Михеи? Потому что это вот про отношение к войне и про то, что, в общем, идеалом будущих времен является полное миролюбие, отсутствие войн. и при этом в том же Михеи это не отвергает реальности наших дней, те дни, что войны существуют. Поэтому, когда мы читаем книгу Дворим, эти наши главы, надо понимать, что это главы, относящиеся к реальности этого времени. Вообще, это крайне опасно. Опасный разговор всегда, когда мы говорим вот в этот момент, в этот место Тора, оно относится к своему времени. И так мы можем далеко зайти, потому что, например, в хороших книжках вы прочитаете, что кашрут связан с условиями хранения мяса в пустыне. Соответственно, какой смысл наше время с холодильниками соблюдать кашрут? Но не бойтесь моего довода о том, что военные призывы относятся к своему времени, потому что там написано напрямую. Это призывы по поводу, зовем прямо, оккупации земли Израиля. То есть, по поводу вхождения, завоевывания земли Израиля. Что, в общем, тут же надо понимать, по большему счету, однократное событие. То есть, это некий Божий, Божья заповедь о не вполне материальной сущности, о неком освещении земли, но главным образом, материально, нематериально, это каждый народ скажет для себя. Для кого-то Дессалоники, это самое, что ни на есть, Святой Град, или там Крым, наш Иерусалим и так далее. Но, тем не менее, нет, просто тогда не адресовывайтесь к второзаконнию, потому что второзаконие говорит о конкретном завоевании, завоевании, которое будет дальше описано и станет источником для еще одного человека ненавистнического текста в глазах антисемитов, книги Иешуа, первой книги Торы, где, собственно, эти поручения исполняются. Исполняются плохо, надо сказать. И, например, царя Шаулин оказывается за то, что он отказывается уничтожать народ, как и заповедует Тора. И, в общем, это, должен признаться, наполняет мое сердце каким-то смешанным чувством. С одной стороны, конечно, жалко Шаулю, что он потерял царство, а с другой стороны, как-то вот мне горделиво быть, принадлежать тому народу, где главный грех царя в том, что он отказался убивать людей даже по слову Божьему. Хотя тут есть такая откровенная, очевидная заповедь, и он был наказан за ее нарушение, но это вот, что называется, наши грехи. Не убивать людей, пусть у нас будут такие грехи, если нет выбора. Знаете, есть такая история, в 9 авгу не принято учить Тору. И рассказывают, что Крогачевскому Гаону, великому мудресу, кто-то заглянул в комнату 9 авгу и увидели, что он учит Толмуд. Как же, спросили его, написано же в Шуханарухе, что нельзя учить, в разных книгах написано, что нельзя учить Тору. Говорит, понимаешь, меня все равно будут бить в будущем мире. Я хочу, чтобы меня отбили за изучение Тору, а не за какие-то другие грехи. Ну вот, такой страшный грех, который совершил Шауль, это описание этой картины военного времени. Но давайте мы эти отрывки обсудим и поймем, собственно, несколько довольно, я бы сказал, неочевидных вещей, вызванных неочевидностью, то есть неочевидность зовет нас их обсудить. И, на мой взгляд, это нас приведет к неожиданным выводам, ради которых, собственно, мы сегодняшний разговор и затеяли. Итак, Шафтин, книга, которую мы читали на прошлой неделе, 20-я глава и 21-я глава и самое начало нашей главы с небольшими перерывами говорят о войне, говорят о законах войны. Давайте почитаем эти стихи. Итак, если мы откроем 20-ю главу, начиная с 1-го стиха до 9-го стиха, это книга Шофтин, глава 20-я, то есть глава Шофтин, глава 20-я, то есть в наших изданиях Раша это 253-я страница, но вы, дорогие слушатели, смотрите по общепринятым координатам. «Когда ты выступишь на войну против твоего врага и увидишь коня и колесницу, народ, который многочисленнее тебя, не бойся их, ведь с тобой Господь твой Бог, который вывел тебя из египетской земли». И дальше идет до 9-го стиха в общем, я бы сказал, укрепление сердец. То есть Господь всячески укрепляет сердца людей с помощью первосвященника. Второй стих «Будет так, когда вы будете близки к войне, пусть выступит священник, простите, я его назвал первосвященником, это не совсем первосвященник, это специальная отдельная должность, он называется «Мишуахмилхама», «Помазанный для войны». Вот тоже в наше время, когда мы часто слышим, что вот религия мира, религия мира, и как может там кто-то призывать к войне, ну вот, скажут те, которые захотят полагаться на второзаконие, был специальный священник, будут неправы совершенно, потому что то, что он говорит, то, что он будет говорить народу, да, он будет их очень сильно укреплять, он будет дарить им веру. И дальше после него совершенно неожиданно будет выступать другая часть элиты еврейского народа, которая называется Шотрим. Шотрим это буквально стражи, но очевидно это была функция не вполне судебных исполнителей, а таких, я бы сказал, надзирателей над народом в хорошем смысле этого слова. то есть воспитателей народа, которые совершенно неожиданно после призывов священника говорят нечто противоположное, хотя казалось бы священник как раз должен говорить о миролюбии, священник говорит о том, что Бог с вами, а стражи совершенно неожиданно начинают говорить совершенно невоенные речи, что же не говорят, пятый стих давайте посмотрим, а стражи пусть говорят народу так, тот, кто построил новый дом и не обновил его, пусть идет и возвратится в свой дом, как бы он не погиб на войне и другой бы не обновил его дом, и тот, кто насадил виноградник и не выкупил его плоды, пусть идет и возвратится домой, как бы он не погиб на войне и другой бы не выкупил плоды его виноградника, и тот, кто обручился с женщиной и не взял ее, не овладел ею. Пусть идет и возвратится домой, как бы он не погиб на войне и другой бы не овладел ею. И добавит стражей, и дальше совсем что-то несусветное. Будут говорить народу и скажут, тот, кто боязлив и робок сердцем, пусть идет и возвратится домой, чтобы не сделал он сердца его братьев столь же робкими, как его сердце. Вот такая, значит, речь этих самых стражей. Дальше, начиная с 10 стиха, мы читаем следующий этап. Это, собственно, подготовка к войне. И эта подготовка к войне это заповедь о том, что надо сначала врагу предложить мир. То есть мир врага перед тем, как осаждать, перед осадой, нужно сначала выставить ему ультиматум. И, соответственно, там же рассказывается, что делать, если с ультиматумом не согласятся. И вот там начинаются все эти жестокости. Что вот осаждай его, и потом ты его, значит, захватишь, убей там тех, тех и тех. В общем, начинается какая-то крайне неприятная история. С 19, это до 18 стиха. 10 по 18 стих идет вот это стратегически-тактическое военное действие. С 19 стиха, два стиха, 19 и 20, говорят, плавно перейдя к видам ведения войны, очень мило, поскольку рассказывается, кого надо именно убить, рассказывается о том, что запрещено уничтожать фруктовые деревья. во время осады. То есть, так как во время осады нужно дерево по понятным причинам, то должно быть специальное экологическое предупреждение. Я шучу, не экологическое, а вот такое, я бы сказал, поучение о том, что не надо плевать в колодец, который тебе понадобится. То есть, глупо срезать фруктовое дерево для того, чтобы там себе построить. фруктовое дерево должно жить. Дальше небольшой перерыв, о котором мы сегодня говорить не будем, оставим себе на как-нибудь потом, почему этот перерыв есть, хотя вот, что называется, пища для размышления. Вдруг военная история заканчивается, прерывается и рассказывается о этой самой телице с проломленной головой, которая с проломленным затылком, в общем, о ритуале, который связан с нахождением бесхозного мертвеца между городами. Ну, опустим это, это два стиха. А дальше в 21 главе с 1 по 14 стих это наша глава, это наша глава, китыца. Мы говорим о пленнице, так называемой прекрасной плесне, пленнице Иша, Ефат, Тор. Ну, так как это наша глава, давайте ее, этот кусочек, зачтем. Итак, у нас 268 страница, у всех остальных, Дворим 21, 10. Когда ты выйдешь на войну против твоих врагов и Господь твой Бог отдаст их в твои руки, и из них возьмешь в плен их пленников, увидишь в среди пленных красивую женщину, и возжелаешь ее, и возьмешь ее себе в жены, то приведи ее в свой дом, и пусть она обреет голову и не стрижет ногти, и снимет с себя одежды, в которой была взята в плен, и пусть сидит в твоем доме и месяц оплакивает своих отца и мать, а затем войдешь к ней и станешь ее мужем. Сразу скажу, что по мнению целого ряда источников речь идет о пленнице, который согласен стать его женой, и несмотря на то, что она согласна стать его женой, Тор относится к этому крайне неодобрительно, и предлагает, понимая страстность мужской натуры, остыть, то есть подождать некоторое время, посмотреть ее не в ее прекрасных одеждах и не в ее макияже, в котором она вышла встречать оккупантов, а заброшенную, плачущую и несчастную, и потом уж, если он решит, то на ней женится. Но даже потом, если она ему все равно нравится, он на ней женится, это все равно оставляет, по мнению Раши точно, о котором мы сегодня будем говорить, вызывает неудовольствие. То есть это неправильный, понятный поступок. Тут уже, надо сказать, есть зарубка для нашего разговора, потому что Тора очевидным образом по поводу целого ряда военных преступлений или отхождения от законов мирного времени относится как к неизбежной данности, которую хорошо бы, чтобы не было, не было. Но Тора, по известному выражению в Талмуде, не требует от людей невозможного. И если уж человек на войне, то сказать ему, ты не можешь взять прекрасную пленницу, жены, Тора понимает, что это неисполнимо. Отдельный вопрос, почему неисполнимо? Вот Рогачевский Гаон в каком-то, в каком-то, в этом месте, когда он это обсуждает, он пишет, если мне изменяет память, это он, пишет потрясающие вещи. Он пишет, что война оголяет самые низменные инстинкты человека. На войне человек теряет человеческий облик. И все, что Тора может сделать, это понимая, что это не тот человек, к которому она обращается в мирное время, а уже человек, деградировавший до какого-то нецивилизованного состояния, попытаться максимально эту его деградацию затормозить. Но она понимает, что человек распустился, что у человека инстинкты справедливости, инстинкты милосердия, инстинкты богобоязненности не просто притупились, они отброшены, он деградировал, он превратился в полуживотное. И вот к этому полуживотному Тора обращается, говоря, вот эти правила, которые даже полуживотное может выполнить. Надеясь, что в процессе он придет в себя и придет и станет человеком, потому что это же все-таки уже после войны. Он привел ее в плен, вот он успокоится и не женится на этой несчастной женщине. Тут надо сказать, что не женится на несчастной женщине имеется в виду, что если он на ней женится в обычном мирном мирным образом, то есть, хотя она и довопоклонница была, если она примет иудаизм, если она станет одной из нас, то дальше никаких вопросов нет. Это законы мирного времени. У пленеца у нее есть особые законы. Например, вот такая печальная реальность, Талмуд говорит, что пленивший может с ней один раз переспать, один раз, вот остудить себя по общему согласию. Но это какое-то немыслимое с точки зрения еврейской морали отношение такого рода связи. Ну вот Тора говорит, что делать? Животное вот одет. А дальше пусть остывает. Дальше остынув, пусть дальше решает, как с ней быть. Это наша глава, она с этого собственно начинается. И дальше уже с 10 по 15 стих мы говорим о законах, как должен выглядеть стан военный. И это в первую очередь опять-таки понимая, что как Цесарон утверждал, отлетают законы мирного времени, Тора говорит о главном. Соблюдайте законы ритуальной чистоты, то есть нечистых прокаженных. Изолируйте, если проказа есть, не думайте, что на войне все иначе. И вообще соблюдать санитарию. Любопытный закон в ряде законов Торы, что солдат должен среди своего обмундирования иметь лопатку для закапывания своих экскрементов. То есть, чтобы не превратилось это все не просто в отвратительное место или опасное с точки санитарию места, а место отвратительное с точки зрения божественного стана. То есть, если люди будут отправлять естественные надобности, не убирая за собой там, где они живут, то они не просто немножко потеряют свой человеческий облик, а превратятся уж совсем в каких-то ехал. И после еще отрывка нам опять возвращается эта идея, это в 24 главе 5 стихе о том, что человек, который взял женился, он освобожден от военной службы в течение года после женения. Краткое содержание. мы выяснили краткое содержание разговоров о войне в этих главах. Давайте теперь зададимся с этим вопросом. Мы уже говорили не раз, что деление на главы, оно исторически не вполне очевидно должно в себе нести какой-то особый смысл, но какой-то смысл оно в себе несет. И в частности для составителя, для того, кто делил на эти главы, было очевидно, что начинается например какая-то новая тема, отличающаяся от предыдущей. Так вот, давайте разберемся с порядком того, что мы читали. Почему так это распределено? Есть ли какая-то логика, которая стоит за тем порядком, которым это все распределено, и составителем, автором, Господом Богом, и составителями, редакторами текста, то есть теми, кто его разделял на разные главы. что, какие соображения их разделяющих эти главы привели к тому, что наша глава называется китайцем. Она называется китайцем не потому, что ее так назвали, а потому, что первые слова нашей главы, когда выйдешь на войну, почему она начинается с этого момента, с этого куска, а главным образом, почему этот кусок не содержится в предыдущей главе, к которому он имеет прямое отношение. Почему именно эта прекрасная пленница, она отнесена к нашей главе, главе китайцы. Хотя, это, казалось бы, чистая глава Шофтима, и вообще надо было закончить с этим. Глава Шофтим, который рассказывает о результатах войны, о плодах войны. Мы уже неоднократно на самом деле говорили о такого рода вещах, и пытались найти какую-то логику в разделениях разных кусков и так далее. Но, кажется, то, что касается этой главы, эту логику найти можно. Она более-менее очевидна. Вот мы ее с вами поищем. Возвращаясь назад. Первый. Когда выйдешь на войну на твоего врага и увидишь его колесницы и всадника, народ гораздо больше, чем ты. То есть армия больше, чем твоя. Это в общем обращение в единственном числе к кому? к народу. Когда ты выйдешь на войну. То есть ты, народ Израиля, выйдешь на войну. И сомнений тут нет, потому что дальше в продолжении написано, когда вы приблизитесь к войне. То есть дальше он меняет этот род, число на множественное. Потому что это обращение к народу. Итак, вот когда вы идете на войну, война еще не началась. во втором стихе говорится, когда вы приблизитесь на войну, еще можно выслать из лагеря военнообязанных всех тех, кому там не место. То есть идет подготовка к войне. Надо отобрать людей, которым на войне делать нечего. После различных выступлений, после того, как отсылают всех, кто свободен от военной обязанности, идет следующий этап логичный, подготовка к войне, поставьте военачальников. То есть вот есть бригады, есть ГДУДы, есть разные воинские подразделения, отобраны те, кто будет воевать, те, кто не будет воевать, отправлены домой, соответственно, теперь поставьте начальников. То есть комсостав, понятная военная подготовка. Снаряжены, пошли, приблизились к городу, с которым надо воевать. То есть уже готовые распределенные военные силы приходят к цели своего собственного военного похода к вражескому городу, который они хотят захватить. Еще война все еще не началась, они только подошли. И поэтому еще можно остановить войну, еще можно попытаться ее не начать. Как? Мирными переговорами. То есть конечно трудно назвать мирными переговорами, но ультиматурами, переговорами. И с чего начинается этот мирный разговор? Тора дает две опции. Если будет мир и откроет тебе этот город, то то, то, то и то, никого нельзя убивать и так далее. Второе, если этот народ не заключит с тобой мир, то есть мы обращаемся к этому народу, если не заключит с тобой мир и будет делать войну, говорит Тора. То есть дальше говорится о том, что будет, если будет война. И дальше это что называется плохо. Будет война, будем вас осаждать, потом будем вас убивать. первое предложение, мирное предложение, конечно, должно, оно вынуждает объяснить, в чем ему мирное предложение. Будет, если вы согласитесь, то что? Просто вас ставим живым? Нет, будет у вас дань, которую вы будете платить, вы должны будет у нас работать. То есть это такой компромиссный вариант. зачем вам воевать, если вы можете все то, ради чего мы воюем, дать нам, не теряя своей жизни. Не то, что это прямо договор о том, что мы отступим. Нет, договор о том, что мы получим без войны то, что мы хотим. Второе тоже логично объясняется, что то, что касается войны, надо объяснить, что будет война. То есть ты должен ждать, что будет объяснить населению, что будет с ним после победы. То есть я буду тебя, ты будешь их осаждать и даст тебе Господь в руки их, и ты начнешь там все чистки. Нельзя трогать только женщин и детей и животных, а вот все трофеи можно трогать. То есть это такие условия войны. тоже надо сказать уже осторожно, что от античного отношения к войне, где все можно, все-таки это как-то отходит. То есть все-таки то, что потом будут принимать всякие гагские конференции, уже говорится, что мирных жителей, что такое женщины и дети, это мирные жители. Мирных жителей убивать нельзя. Поверьте, совершенно неочевидно с исторической точки зрения подход. Достаточно вспомнить, что через какие-то несколько тысяч лет, когда люди должны были стать намного лучше, крестовые походы, то есть когда люди шли за священную цель освобождать Иерусалим, оставили опустошенными еврейские общины, например, в Германии и были вырезаны все абсолютно, то есть это не твой враг, он по дороге, там женщины и дети, никого это не интересовало, и все эти монашествующие ордены прекрасненько вырезали все население. Тут Тора все-таки ограничивает, говорит, чего трогать нельзя, чего трогать можно, трофеи брать можно, женщины и детей трогать нельзя. И там отдельно, между прочим, оговаривается, что тем не менее есть варианты войны, где оставлять живых нельзя никого. Вот это самое страшное место, которое так любят антисемитов и второзаконники. Пока все логично, то есть подошли к городу осаждаемому, ведешь переговоры, объясняешь, что будет и так, и что будет и так. Ну это я забегаю вперед, говорю, что объясняешь. По крайней мере написано осади и дальше значит с ними либо поступай и так, либо и так. есть однако вопрос вот к этому подходу. На первый взгляд это опережение того, что будет дальше. То есть когда мы уже говорили, то есть с одной стороны опережение, отход от тем, когда уже нам сказано было, это все речи, было сказано ты их победишь и как надо относиться к врагу. И вдруг сейчас мы читаем по поводу того, что будет после долгих после долгой осады до того времени пока его не захватишь этот город. Ну я уже забегая вперед сказал, что это не я придумал, так объясняет например Сафир Хенух, что это не описание того, что будет вот этот судьба этих людей в случае мира и в случае войны. А это текст, которым с ним надо договариваться. Поэтому это все этап перед вхождением в город, перед тем, как осадили город. Еще раз скажу, мы оставляем в сторону историю про корову и наконец приступаем к последнему этапу, ты победил, ты пришел с войны и вот у тебя значит есть во время войны ты взял в плен, взял пленников. И тут конечно можно было бы задать вопрос, что значит какие-то целые милхомалы веха, что значит когда выйдешь на войну. Это же уже было, мы с самого начала говорили, когда выйдешь на войну. Почему с самого начала опять речь идет о том, когда выйдешь на войну. нет, речь идет о том, что это речь идет о дополнительном этапе перед окончанием войны взятия в пленных. То есть это отдельная история. Она рассказывает о том, что война несет в себе пленник, самовероятность возможности плена. То есть это уже тогда, в отличие от всего, что было раньше, когда уже никаких военных подготовлений, никаких военных действий нет, это уже мирное время после войны. То есть когда ты пойдешь на войну, ты возьмешь себе пленницу и ты уже пришел с ней домой. Это уже мирное дальше продолжение жизни после войны с какими-то хвостами от войны в виде этой пленницы. Теперь у нас в связи с этим возникает вопрос, на который мы пытаемся знать ответа, почему же этот кусок пленницы перенесен в нашу главу? Почему этот последний этап, связанный с войной, не в шовте, не там, где шла речь о войне? Объяснить это можно так. Если составитель, разделитель разделил так, он скорее всего считает, что эта часть текста относится к нашей главе в гораздо большей степени, чем к предыдущей. Вот это его объяснение. Поэтому попытаемся разделить темы, посмотрев на те, какие еще темы есть в нашей главе, и те темы, которые есть в главе Шуфтим. Итак, в главе Шуфтим, то, что начинается в первой части этой главе, в 12-й главе, в середине, в 14-й главе, в конце 14-й главе, в конце 16-й главы, в 16-й главе, это в общем глава, которая наполнена заповедями, она наполнена огромным количеством заповедей, эти заповеди гомогенные, что значит гомогенные, они одного типа. почти все эти заповеди, кроме того, что вот в этих трех стихах, которые мы опускаем, они занимаются обязанностями общества и его руководителей. Не считай, не только война, все, о чем говорит глава Шуфтим, это общество и главы общества, это общественное устройство. Сначала мы говорим о разных судьях, поэтому глава называется Шуфтим. Как должно быть устроено судебное производство? Почему была посвящена одна из наших бесед на эту тему? Стражи, свидетельства, то есть как по свидетельствам не осуждает людей, это общественное устройство. Царь, общественное устройство, коины, левиты, пророк, старейшины народа, старейшины города, главы военачальники, это все общественное устройство, это все то, как должно управляться общество. И это в общем один тип командования, один тип управления обществом. Например, когда мы говорим о свидетелях, свидетелях, которые дали ложное свидетельство, это вот тип принятия решений, что делать в случае нарушения закона. Есть другие, которые говорят о том, как взаимодействуют разные ветви власти. Например, когда выходят на войну, вот коин, военачальники, вот стражи, у всех своя роль, они взаимодействуют. Итак, глава Шофтин с этой точки зрения посвящена иерархии еврейского общества, методам управления, ветвям власти, взаимодействовать и ветвей. Чем занимается глава КИТЦ, которая, кроме самого начала, практически о войне потом не говорит? Она занимается совершенно другой темой. Это, кстати, глава, наполненная наибольшим количеством заповедей в Торе. Что это за заповеди? 72 заповеди по книге Митцво Трамбана. Мы знаем, что заповеди, грубо говоря, 613, очень грубо говоря, но вот 72 из них в нашей главе. Это очень много. Но если мы в эти заповеди вглядимся, по большей части они называются, они относятся к заповедям, которые зависят, возложены на отдельного человека на разных этапах его жизни. То есть на разных этапах жизни как индивидуум должен себя вести. Это очень большая часть этих заповедей. Это его интимная жизнь. Это его семейная жизнь. Многие заповеди относятся к его общественным обязанностям, то есть он как человек как должен себя вести, к его имущественным обязанностям, он как индивидуум как должен себя вести, как он должен себя вести по отношению к другому человеку. Несколько заповедей относятся к тому, как человек должен себя вести по отношению к своему имуществу, дом, поле, его животные, его одеяния, одежда и так далее. И практически в этой главе нет заповедей, которые относятся ко всему народу. Предыдущая глава Шофт-Им почти вся говорит об устройстве общественном, то есть не индивидуальном, а общественном, общественные животные. Второе, индивидуальное, победение индивидуума внутри этого общества. Не управление всеми индивидуумами, а конкретные индивидуумы, как он должен себя вести. Теперь давайте попробуем эти критерии немножко сузить. Посмотрим, каким образом, каким критериям относятся заповеди, повеления, которые связаны с войной в этих главах, в 20-21 главе. Какие из них общественные и какие из них индивидуальные? Первое, как мы сказали, начинается в единственном числе, когда выйдешь на войну на своего врага и увидишь там Сус, Верехлев, Колесницы, народ, который гораздо многочисленнее тебя. Мы знаем, как мы уже сказали, что это множественное число, тем не менее. Дальше, то есть это как Бекир-Бехэм, весь народ, то есть весь народ, не индивидуум, а народ. Потом мы говорим о тех командах освободить от армии, и это тоже не собственное решение. Это должны сделать коины, призвать, потом должны сделать стражи, которые отвечают от имени народа за то, кому не следует воевать. Это то, что не возложено на решение индивидуального человека. Не он решает, ему сначала говорят, потом, мы можем себе предположить, он решает, я подхожу под этот критерий, дальше его проверяют и отпускают. Он сам не может идти сюда, решить, что это так делается. Вторая часть, которая занимается призывом к миру и к отношению населения, которое находится в осажденном городе, она почти вся опять-таки в единственном числе. И понятно, что это опять-таки весь народ. То есть ты будешь осаждать, это народ. Кто призывает к миру? Кто решает, какие дальше будут действия? Народ. Народ это делает. И это единственное число, один большой народ. В нем нет единиц. В нем нет много единственных чисел, множественных числа. Это вот другая совершенно фигура речи. Это весь народ, общность, общественность. И когда говорится о том, как должно быть в лагере, это тоже относится к народу. И вот мы подходим, наконец, к нашей главе, к китайце, которая вдруг в этом смысле, к этим критериям не соответствует. Десятый стих говорит так. Господь тебе отдаст врага, и ты ему возьмешь от него пленников. Пока это тоже народ, кто возьмет пленников. Весь народ. Но это уже вдруг совершенно меняет картину. Дальше мы видим, когда к этому народу относятся следующие слова. То есть было единственное число, которое раньше было точно народу. Сейчас единственное число, которое имеет продолжение. И увидишь среди пленников красивую женщину, и захочешь ее, возжелаешь ее, и возьмешь себе в жены, и приведешь к себе в дом, и поселишь в своем доме, и после этого возобладаешь ею, и она тебе будет женой. А если ты ее не захочешь, дальше написано, ты не имеешь права ее унижать, из-за того, что ты ее уже унизил. То, чем заканчивается этот весь разговор. Казалось бы, ничего не изменилось в лексике. Ты осадишь город, ты возьмешь пленницу, ты ее принесешь в дом. Но вдруг оказывается, что эта общность, ты, превращается в индивидуум. Потому что мы понимаем, что не ты, не народ приведет одну женщину к себе в дом, а конкретный мужчина приведет женщину в себе в дом. Это вдруг относится к совершенно интимной части жизни. То, что происходит у него дома. Да, это общественная проблема, общественная болезнь пленной. Но это уже общественная болезнь, относящаяся к каждому конкретному человеку. И поэтому она на пограничье, казалось бы, относящаяся ко всему народу, то есть, как раньше, ты выйдешь на войну, это не бандит с большой дороги, который пришел на войну, а народ. Вдруг дробится на конкретных людей. Ты приведешь к себе в дом эту пленницу. И дальше вся глава практически занимается уже тобой, не как частью от большого народа, а как конкретно тобой. Читаем 21 глава, 15 стих. Когда у мужа, у мужчины будет две жены, одну он любит, а другую ненавидит. Восемнадцатый стих. Когда у мужчины, у мужа, у человека, будет бунтарь сын, сын бунтующий. Понятно, что это не общественная история. Не у тебя, еврейского народа, будет сын. Не у тебя, еврейского народа, будет две жены. Маловато две жены для всего народа. Понятно, что речь идет о конкретных семейных проблемах, конкретного человека. Еще раз напомню, и это просто время для того, чтобы вспомнить того самого Раши, которого я обещал вначале, что с точки зрения мудрецов, это логика еще и про то, что ты с самого начала себя стал вести как индивидуум плохо. Ты взял пленницу, не надо было этого делать. Раши говорит так, что так как дальше идет это в том порядке, которым идет, ты возьмешь пленницу в себе в жены. Дальше у тебя будет две жены. Одну ненавидишь, другую любишь. Дальше у тебя будет бунтующий сын. Это все продолжение с точки зрения Раши этой же истории. Ты сделал плохо, и поэтому у тебя плохие последствия. У тебя есть проблемы в семье. Любимая жена, нелюбимая, это, конечно, ты будешь ненавидеть. У тебя в результате будут проблемы с сыном. Это такая известная шутка, что если вы не будете говорить с детьми о Боге, то дальше вам придется говорить с Богом о детях. Ну вот примерно так. Так как вы не послушались Бога, то дальше у вас, соответственно, есть проблемы. То есть это индивидуальные проблемы с точки зрения Раши, которые связаны с войной, которые связаны с твоими личными выборами, в результате приводят тебя к целому порядку, к целому списку огромных проблем. Я хочу заметить, что это проблемы не просто семейного свойства. Бен Сореру Мойре, бунтующий сын, как пишет Талмуд, никогда неисполнимая заповедь, никогда в жизни ее не исполняли с точки зрения Талмуда, это заповедь о том, что если сын соответствует определенным критериям вот этого самого Бен Сореру Мойре, невозможным критерием, но теоретически вот они, его надо убить, забить камнями. То есть тебе говорят, что ты, человек, должен убить своего сына, будешь в результате. Ты себя к этому привел с точки зрения Раши. И вот в этом смысле мы, пожалуй, смогли понять критерии, почему авторы, почему соавторы, редакторы эту историю про жену, про пленницу отнесли к этой главе, потому что это уже история про личные дела, про дела интимные, а не про дела общественные. Ну, давайте немножко усугубим. Вот мы несколько штрихов наведем. Мы говорили о том, что обращаются к народу эти самые стражи, кто там жену не... Есть невеста, которая не стала женой, есть виноградник и так далее. Что это за разговор? О чем тут речь? И мы видим, что вообще, на что я обратил с самого начала внимание, непонятная логика этих слов. Только что коины говорили о том, что не надо бояться. Только что коины говорили о том, что надо быть на высоте. С вами Бог, ничего не бойтесь. Священники, которые могли бы людей пожалеть, и сказать, хотите домой, идите домой. Но нет, священники говорят, не бойтесь, вперед, ребята. А что говорят стражники, от которых мы ждем? Что такое стражники? Так звучит, будто это заград отряды. Это вот как раз военные ребята, которые никого не жалеют, они вдруг читают какую-то проповедь о любви. Если ты вот, значит, женился, то есть обручился, но не женился, если ты построил виноградник, если ты построил дом, ну что ж такое? Что за нежности при нашей бедности? Война идет. Какие виноградники? Какие дома? На самом деле, все тут на поверхности, все очевидно. Давайте почитаем по этому поводу, что говорят наши комментаторы. любимая подборка в лабиринт троих. Раби Авраам и Бенезра. Почему не должен идти на войну человек, который построил дом и не обновил его, то есть не въехал в него. В этом килибли холтайвосы, лыхнок бейсы, потому что все его сердце у человека, построившего дом, и все его мечты, связанные с новосельем. Вийны, либели бейсы, то есть все его сердце дома, лойло милхома, а не на войне. Поэтому он будет все время блудить, то есть он будет постоянно пытаться оттуда сдриснуть, и остальных будет, это важная история, остальных будет подстрекать. То есть у него будут пацифистские настроения, связанные со вполне конкретным, с конкретной его привязанностью. Рожбан говорит то же самое, ей вы говорите, что флебейсы, пусть идет и возвращается домой. Он говорит, это все одни и те же люди. Если человек боится, это вообще такая дефиниция непонятная, если человек боится, пусть идет домой. Вот именно поэтому, если человек боится погибнуть на войне, то все его сердце в этом страхе. А почему, говорит Рожбан, упомянуты три вещи, дом, жена и виноградник, а потом все это вместе, кто боится, у кого сердце упавшее, потому что это то же самое, что человека держит его там дом, что человека держит его страх, он не на войне. И он этим своим невоенным настроением испортит всю армию. Поэтому лучше его отправить домой. В этом смысле, что Трим, эти самые стражники, они продолжают то, что сказал Коин. Коин сказал не бояться, Коин сказал быть крепким, быть крепким духом. Они продолжают, что нужно для того, чтобы быть крепким духом, отправить из лагеря те, кто не крепким духом. По разной причине. Это может быть причина естественная, человек всеми своими помыслами дома, вот в силу обстоятельств. Может быть физиологическое, он трус, но он таким образом вот этот самый командный дух сильно подрывает. И так, и то, и другое, и призыв Коинов не бояться, и призыв, что Трим стражей отправляться домой тем, кто не сосредоточен на войне, это все средства для одержания победы. Это не вполне этика, это не вполне жалость, это тактика, тактические действия для того, чтобы, стратегия, для того, чтобы одержать победу. Это очень красивые комментарии, третий комментарий, они очень красиво объясняют, что это психология солдата, и вот в этой психологии надо считаться. Что тут мешает этой психологии немножко, и мы не можем этого не заметить, не заметить то, что написано так, там дается объяснение, почему этому жениху надо вернуться домой. Как бы он не умер на войне, а другой человек возьмет его невесту. То есть или использует то, что он приготовил для себя, дом или виноградник, или вот жену. Рожбам это тоже отвечает. Он говорит так, что такое пен емус бабелхов, почему написано, чтобы не погиб на войне, а другой человек ей будет обладать. Это не то, что это слова, это не часть речи стражников, которые объясняют, почему его надо освобождать, а это то, что человек боится. То есть все эти трое, они трусы, четверо, трусы, трусы, которые четвертые боятся, но и первые три, они тоже боятся. Чего боятся? Как бы им не погибнуть на войне, кто-то другой заберет их имущество. Вот они прикипели к этому имуществу, или к этой, значит, любимый, и они поэтому боятся погибнуть и так далее. То есть это не стражники говорят, пусть не идет на войну, чтобы не погибнуть, а это объясняется, так говорит Рашбам, почему они не будут воевать как следует, потому что будут бояться погибнуть. Но тут гораздо интереснее то, что пишет Раши, который объясняет причину, почему их надо освобождать. Давайте посмотрим, поскольку это Раши, это значит пятый стих двадцатой главы, и другой, это 258 страница у нас, а другой бы не обновил его дом. Он не говорит, что это причина их страха, он говорит страшные слова, а это наносит душевную рану. Тут не читайте, что наш комментатор пишет, потому что наш комментатор пишет, как раз руководствуясь логикой Рашбамма. Но я как редактор могу, наверное, поспорить, главный редактор этого издательства, поспорить с нашим комментатором и теми, на кого он соотносится. Мне кажется, что эта вещь совершенно экзистенциальная. Это наносит душевную травму. Это агваснефиш. Это несправедливо. Так не должно быть. То что значит так не должно быть? Война это ужасная вещь. Война всегда страшно. Но есть вещи, которые выше даже военных душевных страданий. Это несправедливость. Молодой парень, у которого нет детей, у него есть невеста, его ждет жизнь. Вот он не пойдет, он не женится, то если он молодой парень, который не собирался жениться, это страшно, несомненно. Но тут что называется как говорил Набоков слишком мерзость, чтобы быть правдой. Это слишком жестоко, это слишком несправедливо. То есть даже на войне есть такая несправедливость, которую военачальники должны не допускать. Вот жениха отправить на фронт, который еще не женился, это вот такая несправедливость. Это Агмас нефиш. Так говорит Довр шил Агмас нефиш гузе. То есть это самое большое страдание, самая большая несправедливость, которая может быть среди солдат на войне. Понятно, что в войне страдают мирные люди, это отдельная несправедливость. И дети гибнут, об этом даже говорить не приходится, что это не просто несправедливость, это мир раскалывается. Но даже о солдатах, он знал, на что шел. Солдат кто считает? Нет, считают. Есть такая ситуация, в которой нельзя позволить даже солдату рисковать собой. Это ситуация, когда это выходит за рамки даже несправедливости войны. Вот эти рамки, это большие планы в жизни. Человек собирался жениться, у него есть невеста, и он не женится, и погибнет. Пентамус, как говорит с точки зрения Раши Тора, как такое может быть, что он погибнет, кто-то другой возьмет его жену, возьмет его невесту. Почему для меня было важно именно так об этом, так этому подойти? Мне кажется, с точки зрения наших мудрецов, что они не зря пришли к этому раше. Это не морализаторство, это не этические подходы, это лексические подходы, это разборка текста, где, что, на своем, каком месте находится, почему так важен этот порядок, почему нам было важно понять, что сначала Коин, священник, помазанный на войну, говорит, не бойтесь, а потом вдруг говорится, те, кто боятся, стражи, те, кто боятся, пусть уйдут. Потому что это должно о чем-то нам говорить. И то, что Раша делает этот вывод, это логический вывод по порядку этих вещей. то есть получается, что китайцы, когда человек выйдет на войну, есть очень сложно сочиненная связь с войной. Хотя вся эта глава вела нас, вся история про войну вела нас к убежденности, к уверенности, что на войне, как на войне, что ты победишь, с тобой Бог. Но милитаризм в этих разговорах не так уж много. Это не милитаристский дух. Солдат армии Израиля сопровождается в дорогу не маршами победными. Он сопровождается в дорогу казалось бы речами, которые не то, что его сильно вдохновляют. Да, верь в Бога, Бог тебя защитит. Но знай, война это такое дело, где даже побежденный победителей, даже страна победителей, ты же победишь. Ты как народ победишь. Ты как человек можешь погибнуть. Война это не то, что не идеал Торы, а это вынужденнейшее страдание для души. Да, увы, до прихода Мессии без войн не получается обходиться. Люди воюют по-разному. Люди воюют словесно, люди воюют политически и часто, к сожалению, гораздо чаще, чем нам бы хотелось, это приводит к военным противостояниям. И это ужасно. Это само по себе ужасно. Но кроме того, что это ужасно, даже когда людям кажется, что их война справедлива, они должны помнить, что нет более справедливой войны с абсолютистской точки зрения, чем вот эта самая война, о которой здесь нет речи. Потому что кому еще Бог говорил идти воевать? Если человек верит в Бога, он знает, нет ни одного текста в рамках этой традиции, который тебе говорит иди на войну. Нет таких текстов. Поэтому все разговоры о том, что война это доблесть, священный долг и так далее, это разговоры, это болтовня. Нигде заповеди воевать не существует. Разумеется, существует предрасположенный распорядок действий. Ничего не поделаешь, люди воюют. Но кажется, когда Тора в самой возвышенной форме войны говорит о том, что надо полагаться на Бога, она тем не менее говорит о том, что постарайся как можно в большей степени избежать этого, избежать этой войны. Потому что война приводит к самым ужасным последствиям, к тому, что является страданием душевным. И это уже страдание душевное, не только конкретного человека, а человечество как таковое. Потому что по большому счету война это удар по самой цивилизации. Любая война это удар по нормальному распорядку действий. По естественной жизни, в которой люди женятся, сеют виноградники, строят дома, воспитывают детей. Война все это нарушает. У людей не остается ничего. Ни виноградников, ни детей, ни жизни зачастую. И вот это по этой причине, когда Тора говорит уже о послевоенных событиях, когда Тора говорит уже о том, что нет на имея отношения к войне, она все равно говорит о каких-то очень неприятных последствиях. Потому что так или иначе война ни к чему хорошему в жизни человека не приводит. Поэтому можно сказать, что даже война необходимая, война абсолютно заповедная не сопровождается в Торе исключительно бравурными маршами. Она все равно говорит о целостности жизни, о ценности жизни и о том, насколько эту ценность жизни надо даже в самых худших условиях попытаться ощущать, попытаться ее ценить. попытаться сделать все, чтобы она не была нарушена. Большое спасибо. Встретимся на следующей неделе и, надеюсь, будем говорить уже в совсем мирное время. Вопросы, предложения? Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok